Заместитель председателя правительства России посетил и парк имени Юрия Гагарина, где проходили финальные матчи областного детского турнира «Лето с футбольным мячом». В этом году соревнования были приурочены к грядущему чемпионату мира. Участие в них принимали более 35 тысяч мальчишек и девчонок со всех районов губернии. За поединками лучших команд наблюдала и наша съемочная группа. Полуфинал на поле девочки. Новокуйбышевск против Жигулевская. В основное время победителя не выявили. Ничья. Но в финал должна выйти лишь одна команда. Судья назначает серию пенальти. И вот он, победный гол. Победа за школьницами из Новокуйбышевска. Капитан команды Ксения Чернышкова пришла в футбол, вдохновленной игрой любимых клубов «Барселоны» и «Крыльев Советов». Я занимаюсь третий год. У нас команда очень хорошая. Мы стараемся, тренируемся и хотим побеждать везде. Но пока у нас, конечно, так хорошо получается. Мы стараемся. Турниры нам очень нравятся. Соперники очень достойные. В финале команда Ксении уступила более опытной самарской звезде. У мальчиков золото также досталось представителям областного центра коллективу с говорящим названием «Победа». За финальными поединками наблюдали вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко и губернатор области Николай Иванович Меркушкин. После игры они пообщались и сфотографировались с юными спортсменами и городскими волонтерами, которые будут работать во время чемпионата мира по футболу. К слову, «Мундиаль» не помешает проведению детского турнира в следующем году. В июне, когда мы обычно стартуем, всегда с 3 июня, в июне у нас будет проходить фестиваль болельщиков, в котором мы также будем активно все задействованы. У нас будут игры, которые проходят на площади Куйбышева, где центральное место фестиваля болельщиков. Дополнительно будут игры в районных и городских округах. Но дальше по июль, то есть начиная с июля, мы уже будем активно играть, как обычно. Всего за 9 лет в турнире «Лето» с футбольным мячом приняли участие более 250 тысяч мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 14 лет. В этом году все игроки получили призы с символикой чемпионата мира по футболу. Георгий Федоров, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии.